Кража в селе Лютово Ярославского района была совершена накануне православного праздника. Неизвестные или неизвестные с помощью металлического инструмента, скорее всего это был гвоздодер, выбили входную дверь и проникли внутрь храма. Сегодня преступление напоминает реки, которыми прихожане укрепили выломанное деревянное полотно. Сразу после преступления по Лютово поползли слухи. Люди уверены, в Спасский храм шли по наводке. Но кражу совершили точно не местные. Кроме икон, больше ничего ценного злоумышленники не взяли. Не тронули даже серебряный крест настоятеля. Сообщение о преступлении в полицию поступило от сельчан рано утром в воскресенье. Иду к двери и смотрю, что у двери что-то стоит, какая-то коробка. Я думаю, что гроб шли ночью привезли или коробку батюшка с вечера оставил. Посмотрел, а эта дверь разбита. Прихожан Спасского храма больше всего поразил факт, что преступников не остановил даже православный праздник. Более того, шесть икон 19 века воры похитили прямо из алтаря, где мирским людям, согласно православным традициям, находиться вообще запрещено. Примерный ущерб от ночной кражи сейчас устанавливается. Три иконы Пресвятые Богородицы, две иконы Николая Чудотворца и одна икона старая такая была, она вообще там литий не читались и неизвестно было. Это первая кража из церкви в этом году. В 2014 сотрудникам полиции удалось задержать сразу нескольких преступников, промышлявших иконами и другой церковной утварью. На вопрос, почему этот рынок Ярославской области процветает, попытался ответить на сегодняшней пресс-конференции глава областной полиции Николай Трифонов. Сказать, что какая-то высокоорганизованная преступная группа на территории Ярославской области, у нас нет такой информации. Но мы знаем, кто непосредственно занимается этим вопросом, работаем. Вот я еще раз хочу сказать, вот одна же группа у нас задержана, вот в основном это приезжие. С Ивановской области мы задерживали, с других субъектов. Сейчас полиция ведет поиски преступников, в том числе и похитивших иконы из Пасского храма в селе Лютого. Возбуждено уголовное дело. Возможно, случившегося удалось избежать, если бы храм находился под охраной. Однако ночного сторожа здесь не было, а о сигнализации никто и не мечтал. Юрий Колчин, Олег Лушников, День в событиях.